Здравствуйте, мои дорогие! Я рада приветствовать вас на своем канале. Если вы меня смотрите, значит, вы находитесь на моем канале. Мой канал Елена Ермакова. И Елена Ермакова – это я. Я сегодня вам хочу рассказать о следующем. О том, как одни люди делают красоту, значит, у них в душе и красота. А другие гадят повсюду. Ходят, бросают мусорник, бросают мусор, наши клумбы. И они считают, что они люди. Я считаю, что таких людей людьми назвать нельзя. Не хочется их, конечно, называть и свиньями, ради того, чтобы не обижать вот этих вот прекрасных хрюшек, не называть вот этим нехорошим словом. Я сейчас вам покажу, какую клумбочку я придумала, симпатичную, красивую, и как проходящие мимо нехорошие личности, скажем так, те, в которых в душе нет абсолютно ничего человеческих, и которого даже нельзя назвать людьми. Я считаю, что те люди, которые ссорят, бросают, плюют везде вокруг, это людьми уже назвать их нельзя. Это то, что сейчас радует, радует и глаз, и душу. Такой прекрасный пион. Ирис. Ирис прелестный. Снимаю вам, и прям, мне кажется, что камера передаст запах этого всего. Красоты этой весенней. А этот кустик, кто не знает. Обычно из него делают живую изгородь. Одни отцветают, другие начинают зацветать. Друзья, мне нравится делать грядки собственными руками. Когда сделано своими руками, оно от души идет. Поэтому насмотрела в интернете, сделала, посадила в середину и вокруг чернобривцы, или же бархатцы по-русскому. У нас чернобривцы на Украине говорят, чернобривцы посияла маты. Мне очень нравится эта песня. И вот такое здесь стояло дерево, которое заболело сливом и не хотело давать плоды. Поэтому пришлось ее срезать. Тем более дом рядом, она очень большая. Из этого пенечка я сделала клумбу, горшочек такой. Здесь все время у меня бархатцы растут. И вот какие-то свиньи начали ходить. Я уже даже посмотрела, здесь какая-то... Не будем их назвать свиньями, потому что свиньи это очень чистоплотные животные. Они чистенькие. Вот кто-то, конечно, бросил. И этой какая-то... Не знаю, как назвать, но Михайловна там в этих огрызках написано. Вот они почему-то решили, что это урна. А там уже и цветочки начинают прорастать. Друзья, и продолжение всему этому хочу сказать. Все-таки культура начинается всегда с чистоты. Потому что чистота, она должна быть везде. И в душе, и в отношениях, и в любви. И в любви. Вот это наша Дашка. Не дает мне провести и спокойно рассказать. То есть, как мы понимаем. Значит, чистота, чистота отношений. Все везде приходит. Это и есть культура. И я считаю, что все-таки культурному человеку жить намного легче. Намного спокойней, чем вот этому бескультурщине. Бескультурщина идет, где увидел, туда и бросает окурок. Бескультурщина идет, ему надо бросить этот листик. И он бросает в любую клумбу. Он не ищет, есть здесь где-то урна или нет. Ну, если он и бросает, и плюет. Ведь в грязи жить нельзя. Так или нет. Даже невозможно приготовить, кушать нормально. Если у тебя не будет чисто на кухне. Если у тебя не будет чистый стол и чистая кастрюля. Оно будет и невкусно. То, что приготовишь, ту, ге будешь и кушать. Правильно? Или будут кушать твои домочадцы, любимые. Поэтому, вот задела сегодня, задела вот такой вот вопрос, который какая-то нехорошая особь мне бросила в клумбу. Ну, скажем так, бескультурщина, одним словом. Не хотят, не хотят. Им, вот она решила, что надо порвать этот листик, порвать и бросить в мою клумбу. Это замечательно. Как говорят, а у меня лучше, чем у соседки. Да? Вот поэтому, вот такая вот. Ну, в принципе, мы их одолеем. То есть, будем оптимистами. И эта бескультурщина сама ляжет на дно. Я надеюсь, что каждый из вас бросает мусор в урну, как положено. Я надеюсь, что меня смотрят именно те, которые любят чистоту. А чистота? Чистота – это все наши отношения. Чистота – это любовь к нашим родным и близким, и к нашим друзьям. Вот. Видите? Это Дашка. Тоже какая-то нехорошая ось. Выбросила ее. Но ничего. Зато нам сейчас такая вот прекрасная девушка-помощница есть. Друзья мои, кто не подписался на мой канал, подписывайтесь обязательно. Я регулярно выхожу в эфир. Я слышу вас. Я слышу о том, что некоторые... Я слышу... Друзья вот мои. И одна, и вторая прибежала. И теперь мы ее постригли. Сейчас покажу вам. Лето пришло, поэтому наша... Стоп. Наша Буся уже как барашка кучерявая. Стригла я ее сама лично. Прическу делала. Буся, будет дождик или нет? Расскажи нам. Эх, будет, говорит, будет. Но прибежала. Значит, будет ни сегодня, ни завтра. На этой прекрасной ночи я хочу закончить свой эфир, друзья мои. Кто не подписался на меня, подписывайтесь. Кто хочет, чтобы я говорила украинской мовы. Шановные, я могу говорить украинской, 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 украинской. Мне все равно. Но я хочу вам сказать, что национализм я не поддерживаю. Я поддерживаю любовь к каждому, к ближнему. Если вы будете понимать и российскую, и украинскую, и говорить тою мову, которую вас больше понимают, или которую хотят, я считаю, что это правильно. Поэтому некоторые мне рассказывают, пишут в личку, что разговариваю украинской мовы. Друзья, я родилась в Запорожье, жила в Читинской области и живу сейчас в украинско-российском месте. Где тут, хочу вам опять по поводу мовы сказать, в этом городе, я вам уже рассказывала, что в этом городе очень много живет разных наций и национальностей. И здесь люди разговаривают и русской, и украинским, и русско-украинским, и диалектами, и армянским. И здесь каких только языков ты не услышишь. Поэтому, друзья, не зацикливайтесь на этом, разговаривайте тем языком, на каком вам легче. Подписывайтесь на мой канал, я вас всех люблю, я вас слышу, вижу, участвуйте в моих эфирах, друзья мои. На завтра у нас опять будет, у нас теперь на каждом эфире будет все-таки, при викторине, будет обязательно приз. Подписывайтесь на мой канал, бросайте только в мусорник, мусор. Я вас люблю, всем пока-пока, хорошего дня!